Добрый вечер. Я Татьяна. Это программа День Люди События. Сегодня мы говорим о событии 16 июля. Ученый-энциклопедист, физик и астроном, историк и филолог, Михаил Васильевич Ломонасов был также выдающимся химиком своего времени. В Санкт-Петербургской Академии Наук он официально занимал должность профессора химии. Эта наука, показывающая, как из нескольких взятых тел порождаются новые, вела к познанию внутренней структуры материи. Длительное время Ломонасов добивался открытия при Академии специальной химической лаборатории, без которой было невозможно проведение даже элементарных научных опытов. Благодаря его настойчивости, лаборатория, в конце концов, была создана, и, таким образом, возникла база для осуществления эпохального научного открытия минус всеобщего естественного закона, известного также как закон сохранения материи. Его обоснование было впервые дано в письме Ломонасова от 5, 16 июля 1748 года, адресованном великому математику Леонарду Эйлеру. Там, в частности, говорилось, все встречающиеся в природе изменения происходят так, что если к чему-либо нечто прибавилось, то это отнимается у чего-то другого. Так, сколько материи прибавляется к какому-либо телу, столько же теряется у другого, сколько часов я затрачиваю на сон, столько же отнимаю у бодрствования и т.д. Так как это всеобщий закон природы, то он распространяется и на правила движения, тело, которое своим толчком возбуждает другое к движению, столько же теряет от своего движения, сколько сообщает другому им двинутому. Открытый Ломонасовым закон получил более полное обоснование в его работах, об отношении количества материи и веса, 1758, и в рассуждении о твердости и жидкости тел, 1760. Обе эти работы были опубликованы на латинском языке, и, следовательно, получили известность за пределами России. Но осознать значение открытия, сделанного Ломонасовым, многие ученые тех лет так и не смогли. Вам понравилось наше видео? Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал.